Борьбу с курением необходимо приравнять к борьбе с терроризмом и наркоманией. Об этом уверены участники 4-го общенационального форума «Здоровье нации. Основу процветания России». Он открылся сегодня в Москве. Проблема зависимости от табака стала одной из главных на обсуждении. Каких успехов в этом удалось добиться специалистам, выясняла Елена Данникова. «Здоровье России» поставлено на карту. Такие атласы ежегодно выпускает общественная организация «Лига здоровья нации» в качестве наглядного пособия, где людям не хватает железа, где самая высокая смертность, где больше всего курят. Чтобы главы регионов знали, с какими конкретными проблемами им нужно бороться. Пропаганда здорового образа жизни ведется во всех уголках страны. Вот из Кемерово приехал представитель, чтобы сообщить о поддержке городам этой политики. А также передать решение главы города о присоединении к инициативе «Россия без табака», понимая значимость, важность этого мероприятия. Программа «Россия без табака» – одна из ключевых на данный момент. В ее поддержку «Лига здоровья нации» планирует собрать 1 миллион подписей. Я только что получил подписи, которые поставили представители нашей замечательной команды «Зенит». Включая тренера и нашу, наверное, сейчас самую знаменитую футболисту Аршавина. Борьбу с табаком нужно приравнять к борьбе с терроризмом и наркоманией, считают участники форума. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о полном запрете курения в общественных местах. Но помимо карательных мер, депутаты делают ставки на формирование у населения негативного отношения к табачной зависимости с помощью средств массовой информации и особой пропаганды. Мы за то, чтобы до 50% площади мы могли на пачке сигарет показать, я прошу прощения, и легкие, какие бывают у курильщика, и надписи огромные, что о вреде курения. Мы за то, чтобы не только ограничить рекламу табака, но полностью ее отменить. На четвертом Всероссийском форуме «Здоровье нации. Основа процветания России» специалистам предстоит обсудить многие узкопрофессиональные проблемы. Однако главный вопрос в том, как вовлечь граждан страны в реализацию программ поддержки здоровья. Пока человек сам не примет для себя правильное решение, никакое государство не в силах будет ему помочь. Елена Данникова, Евгений Данилин, ТВ-центр.